Доброе утро! В студии Полина Бахова и Ольга Дмитриева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. Все ямы учтены. В Одинцовском округе продолжают работы по ремонту дорог. Работы на контроле к 1 сентября в Одинцовском округе введут в эксплуатацию новые объекты образования. За чашкой чая в парке «Раздоле» Андрей Иванов встретился с участниками клуба «Активное долголетие». Правила дорожного движения в Звенигородском детском саду прошел праздник к Международному дню светофора. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление. В цирке «Астлей» преобладали конные номера. Фигурная езда, дрессировка, жокеи, акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. А история создания цирка началась за 7 лет до этого. Тогда, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп «Астлей» основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников, ставил конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ построили специальное здание. Назвали его амфитеатр «Астли». Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. 361 год назад в Москве произошел медный бунт. Выпуск большого количества медных денег привел к их обесцениванию, резкому росту цен и изготовлению фальшивых. В ночь на 4 августа в Москве расклеили воровские листки с именами виновников кризиса. Рано утром началось восстание, в котором участвовали стрельцы, холопы и крестьяне. Всего от 9 до 10 тысяч человек. Царь успел собрать стрельцов и подавить восстание. Однако послужившие к бунту медные деньги отменили царским указом в апреле 1663 года. 4 августа 1914 года Великобритания объявила войну Германии. Поводом стало обращение Бельгии с просьбой о помощи. Днем ранее британское правительство потребовало от Германии не нарушать нейтралитета Бельгии. Срок ультиматума истекал в 23 часа по лондонскому времени. По результатам войны колонии Германской и Османской империи перешли в подчинение странам-победителям. После подписания Версальского мирного договора Соединенное Королевство расширило свои владения и получило 13 миллионов новых подданных. 4 августа отмечают Международный день дымчатого леопарда, обитающего в Юго-Восточной Азии. У них небольшие пятна неправильной формы, похожие на облака. За это они и получили свое название. Ученые пришли к выводу, что существуют два вида этих животных. Оба занесены в Красную книгу. Праздник учредили в 2018 году, чтобы привлечь внимание к животным и подчеркнуть важность их исследований и сохранения. Также сегодня отмечают День одиноких работающих женщин и День качания на качелях. 4 августа 1901 года в Новом Орлеане родился американский джазовый музыкант Луи Армстронг. Попав в исправительный дом, он начал учиться музыке и выступать в составе духового оркестра. Потом он перебрался в Нью-Йорк и работал трубачом и певцом с оркестром. Попутно записывал пластинки. Он оказал огромное влияние на музыку 20 века. Сотрудничал с известными музыкантами в разных стилях. Блюз, церковное пение, джаз и снялся более чем в 50 музыкальных фильмах. А еще в этот день родились русский архитектор Василий Стасов и актриса Мария Куликова. В Одинцовском округе продолжают работы по ремонту дорог. На портале Добродел количество жалоб от жителей снижается. Сколько работ уже проведено, расскажет и Екатерина Крамер. За этот год в Одинцовском округе отремонтируют 23 тысячи квадратных метров асфальта. Каждая яма оцифрована и учтена. За минувшую неделю у нас 115 ям зарегистрировано, 87 ям устранено. Ну, сейчас работает, продолжается в таком, будем говорить, так, в текущем режиме. С мая по июль снизилось количество обращений жителей по ямочному ремонту на портале Добродел. За прошедший месяц их поступило только девять. Ремонт автомобильных дорог обсудили отдельно. У нас уже примерно даже больше половины по существу объектов завершено ремонтом. Значит, у нас было 10 объектов запланировано на 63 тысячи квадратных метров. Значит, на сегодня шесть уже объектов завершены, примерно 32 тысячи квадратных метров. И, значит, протяженностью более пяти километров. Сейчас в округе ремонтируют четыре участка дорог. Некоторые сложности возникли только при ремонте коммунального проезда. С этим подрядчиком наш округ сотрудничает впервые. Рабочие сняли старое дорожное покрытие и установили бордюр. На этом работы остановились. Андрей Иванов отметил, что ситуацию необходимо взять на особый контроль. Попробуем разобраться с проблемами и помочь их решить. Если это неприемлемо и не получается, тогда уже будем расторгаться. Претензионная работа и все по списку. Завершить ремонтные работы по автомобильным дорогам в округе планируют до 1 сентября. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». К 1 сентября в Одинцовском округе введут в эксплуатацию четыре новых объекта образования. Еще в четырех закончат капитальный ремонт, работая на контроле администрации муниципалитета. Материал нашего корреспондента. В Одинцовском округе четыре новых учреждений образования планируют ввести в эксплуатацию с 1 сентября. Один из важных объектов – школа в Гусарской балладе. Здесь строительство уже на завершающей стадии. На строительной площадке 422 человека, 5 единиц техники. Строительная готовность составляет 96,4%. На прошлой неделе в конце были на территории Гусарской баллады. Действительно, все уже четко, на финишной прямой. Администрация округа держит работы на контроле. Андрей Иванов регулярно посещает объекты. Каждую неделю также смотрим за динамикой. Тут уже последние, что называется, 10%. Я думаю, что подрядчики с этим успешно справятся и нас не подведут. Об этом я вчера докладывал губернатору. Дополнительно в этом году капитальный ремонт проводят на четырех объектах образования за счет трех источников финансирования – федерального, регионального и местного. По итогам совещания отметили, что все образовательные учреждения находятся на стадии завершения. Карина Ерящева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Более 250 медицинских аппаратов поступили в 30 подмосковных больниц. Оборудование необходимо для диагностики сердечно-сосудистой системы. Часть из них заменит отработанную технику, часть усилит материально-техническую базу больницы. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Со 2 августа подмосковные семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, могут подать онлайн-заявление на портале Госуслуг на новую выплату в размере 18 тысяч рублей. Условия такие. Семьи с детьми-инвалидами до 18 лет с третьей степенью ограничений и доходом на каждого не более 34,5 тысяч рублей. Социальная программа бессрочно, выплата назначается на год. После необходимо заново подать заявление. Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, техникумы или колледжи, получат стипендию от губернатора в размере 6 тысяч рублей. Для этого не нужно подавать никаких заявлений, все придет автоматически. Первая стипендия поступит на счет до 25 сентября и будет ежемесячной. Всего в Подмосковье деньги получат более 6 тысяч ребят. Благоустраивать исторический центр города Кашира начнут в следующем году. Работы проведут по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Улучшат пешеходные маршруты и парковочные места для туристических автобусов. В том числе в рамках проекта «Съедобный город» высадят плодовые деревья и кустарники. В парке Раздолье глава округа встретился с участниками клуба «Активное долголетие». В теплой атмосфере за чашкой чая долголеты поделились с ним впечатлениями своей активной жизни. Внесли предложения и пожелания по развитию клуба. Они и спортом занимаются, и одежду шьют, и поют, и танцуют, и концерты устраивают. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» жители пенсионного возраста ведут насыщенную и интересную жизнь. Своими впечатлениями они поделились с главой округа в теплой обстановке за чашкой чая. Мы эту работу планируем дальше продолжать, развивать, увеличивать также и программы, и количество мероприятий. Для чего мы, собственно, и проводим такие встречи, чтобы нигде не ошибиться и делать ровно то, что вам будет интересно. На территории нашего округа в клубе уже около 12 тысяч участников. Количество и разнообразие активностей для долголетов постоянно увеличивается. Порой они удивляют своей экстремальной направленностью. Из нестандартных, скажем так, наших активностей – это действительно САП. И еще мы повторим веревочный парк уже, предложим нашим жителям, и Звенигород пригласим. Участники встречи предложили организовать клуб «Что, где, когда», занятия на льду и побольше тренировок по плаванию. Сейчас для них разрабатывают новые экскурсионные маршруты, которые пользуются большой популярностью. А еще Андрей Иванов поставил задачу выделить долголетом собственное помещение и обеспечить необходимыми материалами для пошива одежды. Ее они отправляют в зону СВО. Специалисты «Мосгаза» проводят реконструкцию газопровода между Жемчуговой аллеей и Вишняковской улицей на востоке Москвы. Старый стальной газопровод протяженностью 1 км заменят на новые полиэтиленовые. Особенность проведения работ заключается в большой площади инженерных коммуникаций. Реконструкцию планируют завершить в конце текущего года. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. В честь столетия столичного спорта учредили знак отличия. Им будут награждать москвичей, кто внес значительный вклад в развитие физической культуры, формирование спортивной инфраструктуры и повышение доступности спортивных оздоровительных услуг. При условии занятия этой деятельностью не менее двух лет. Размер денежной премии составит 100 тысяч рублей. Медаль выполнят из золотых и серебряных металлов. На лицевой стороне будет рельефное изображение святого Георгия Победоносца с надписью «За развитие московского спорта». Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок возле прудов в районе Марьино. 16 водоемов очистят от тыла, отремонтируют береговые полосы, приведут в порядок прилегающие территории. Для старшего поколения установят специально разработанные тренажеры. На финальном этапе благоустройства проведут озеленение. Более 80% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону. Особое внимание специалисты уделяют тепловым сетям. Их проверяют в период с мая по сентябрь. Чтобы узнать график отключения горячей воды в летний период, работает онлайн-сервис. Посмотреть его можно в приложениях «Моя Москва» или на сайте Московской объединенной энергетической компании. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Правила дорожного движения. В Звенигородском детском саду прошел праздник к Международному дню светофора. Пляжная игра. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха волейболистки провели мастер-класс. Новости «Афиша» о развлекательных мероприятиях округа на предстоящие выходные расскажем в нашей еженедельной рубрике. В Звенигородском детском саду «Солнышко» прошел праздник к Международному дню светофора. Сотрудники госавтоинспекции объяснили ребятам правила дорожного движения в игровой форме. Справились ли юные пешеходы с заданиями и вопросами от инспекторов, расскажет Раиса Киян. Так, вот пешеходы, видишь, стоят. Пошли пешеходы. Пошли пешеходы, пошли. Молодцы. В Звенигородском детском саду номер один «Солнышко» прошел праздник к Международному дню светофора. Совсем юные пешеходы активно участвовали в играх, смело отвечали на вопросы инспекторов и закрепляли свои знания. Приобретенные навыки помогут ребятам правильно вести себя на дороге. У нас помимо светофора для водителя есть еще светофор для пешеходов, для таких, как вы, как те, кто выходят из машины. Правильно? Те, кто выходят из транспорта, это у нас пешеходы. Поэтому нам с вами нужно научиться ориентироваться по пешеходному переходу и по пешеходным светофорам. Это замечательная возможность привлечь внимание детей и взрослых к проблеме безопасности дорожного движения. Знакомство со светофором каждый из нас начинает еще в детстве. Без сомнений можно сказать, что маленькие пешеходы справились на отлично. Я считаю, что на сегодняшнем мероприятии дети справились очень хорошо, учитывая их возраст. Они все-таки еще маленькие, но тем не менее основные правила они уже знают и достаточно неплохо ориентируются в дорожной обстановке. В завершение мероприятия всем детям вручили сладкие подарки и световозвращающие элементы. Малыши их с удовольствием надели на руку. Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить ежемесячно два дополнительных выходных родителям, которые воспитывают ребенка в возрасте до одного года. По его словам, на родителей ложится дополнительная бытовая нагрузка. Она связана с воспитанием младенца и уходом за ним. Другие новости России смотрим прямо сейчас. По данным Единого реестра, в России около 900 долгостроев. 75 из них – потенциально проблемные новостройки. Квартиры в них приобрели почти 5000 человек. Риски возникли из-за того, что эти дома строят по старым правилам долевого строительства, когда покупатели квартир отдавали свои деньги непосредственно застройщику. В 2019 году, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, такую схему заменили механизмом эскроу-счетов и проектного финансирования. Но накануне этого решения некоторые застройщики получили большое количество разрешений на строительство по старым правилам. В России планируют наказывать за превышение скорости. Сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект, который осенью хотят внести на рассмотрение в Госдуму. Согласно ему, в России введут наказание за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности. За нарушение будут выписывать штраф в размере до 5000 рублей. В Краснодарском крае из-за жары объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. В регионе ввели запрет на посещение лесов. В такой период запрещают разводить костры и использовать пиротехнические изделия. Также жителей края и туристов просят навести порядок на приусадебных участках, не складировать мусор, не поджигать траву и не разжигать огонь на открытой местности. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха волейболистки из команды Заречья Одинцова провели мастер-класс по пляжному волейболу. Какие приемы показали ребятам спортсменки, расскажет Екатерина Крамар. Теперь делаем наклоны вперед, в середину, в сторону. Разминка, передача мяча, нападающие удары. Анастасия проводит мастер-классы по пляжному волейболу уже не в первый раз. За ее плечами большой опыт игры и победы на соревнованиях. Мы это все просто отрабатываем, внедряем некие элементы координации, именно касания мяча, чтобы повышать уровень и качество игры для подрастающего поколения. Тренировка прошла в Одинцовском парке культуры спорта и отдыха. Профессиональные волейболистки рассказали секреты игры для ребят и школьных команд округа. Мария занимается уже второй год и всегда старается поучиться у более опытных игроков. Полезно тем, что навыки получаем и учимся все-таки. И команда во время мастер-классов сплачевается, сплоченная становится. В конце мастер-класса все участники сыграли в волейбол 2 на 6. Подобные занятия пройдут еще не раз, до середины сентября. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Библиотеки давно перестали быть просто хранилищем книг. Сейчас это настоящие культурные центры, где регулярно проходят всевозможные активности, праздники и мастер-классы. Так, в Юдинской сельской библиотеке в эту субботу в 12 часов всех желающих приглашают окунуться в волшебный мир изобразительного творчества. На мастер-классе гости нарисуют натюрморт фрукты в нетрадиционной технике с использованием ватных дисков. О других развлекательных мероприятиях округа расскажем в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша» о самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. В субботу, 5 августа, Звенигородская библиотека номер один приглашает всех желающих на видеолектории. Вы узнаете о жизни и творчестве великого русского писателя, историка, этнографа и путешественника Василия Янчевецкого. Более подробно ведущий расскажет о периоде его жизни в Звенигороде. Начало в 9 утра. Интерактивная программа «Быстрее, выше, сильнее» пройдет в Кубинке 10 в 11.00. В Центре развития детей истины на Центральной площади состоятся веселые состязания для всей семьи. Участники программы от мала до велика смогут попробовать свои силы в командных эстафетах, конкурсах и других мероприятиях. Черно-белая доска – это шахматы, друзья. В 12 часов дня в микрорайоне Пронина, дом 10. В Звенигородской библиотеке номер 2 клуб любителей шахмат приглашает ребят сразиться с соперниками и проверить свое мастерство. Игровая программа, рассчитанная на детей и взрослых, пройдет на поляне сказок парка Захарова. В 12 часов ее участников ждут зажигательные танцы. Цель программы – развитие музыкальных способностей ребенка, а также создание радостного настроения у гостей парка. Так называемый летний хоровод собирает в Доме культуры Солнечный любители танцев. В час дня здесь состоится мастер-класс по народной хореографии. На мероприятии гостей познакомят с основными элементами русского народного танца, покажут работу рук полочка, ног ковырялочка, укол, шаг на каблук, покажут движения на координации и как применять полученные знания на практике. В воскресенье 6 августа в Театре сказок парка Захарова состоится традиционная выставка выходного дня. Посетители смогут увидеть вещи, которыми пользовались наши предки 100 лет назад – сундук, прялку и другие. Также всех гостей ждет интересная лекция, беседа «Вещи из прошлого» – начало в час дня. Концерт оркестра из цикла «Зеленый город» в парке Раздолье приглашает провести вечер в приятной атмосфере паркового пространства. Музыканты Одинцовского оркестра под управлением Андрея Балина исполнят яркие и самобытные джазовые хиты. Начало в 16.30. А в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет показ фильма «Под открытым небом». Начало в 21.00. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. Музыканты Одинцовского оркестра В США заключенный сбежал из тюрьмы за несколько месяцев до освобождения. Сразу после побега он ворвался в дом, расположенный недалеко от места заключения, и удерживал в заложниках его жильцов. В итоге мужчину задержали примерно в трех километрах от тюремного здания. В американском штате Вашингтон восьмилетняя девочка отдыхала у озера, и на нее напала пума. На помощь дочери тут же пришла мать. Она напугала зверя криками и в итоге прогнала его. Девочка отделалась легкими ссадинами. Сотрудники парка быстро прибыли на место, оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу. А территорию возле озера закрыли для посещения. В Перу палеонтологи нашли новый вид древних китов. Он оказался самым тяжелым животным из когда-либо живших на Земле. Всего ученые обнаружили 13 позвонков, 4 ребра и бедренную кость. Исследователи предположили, что возраст окаменелостей 39 миллионов лет. Древний кит весил до 340 тонн, в то время как вес синих китов – около 180 тонн. В длину животное достигало около 20 метров. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет малооблачная погода с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла, ночью 21-23. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 73%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро на ОТВ». Мы желаем вам провести предстоящие выходные насыщенно и интересно. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова